Здравствуйте, дорогие друзья, программа «Последнее поколение». С нами, как всегда, доктор Михаил Вайтман, Владимир Краснов, доктор наук, профессор, завкафедра и я Семен Винокур. И сегодняшняя тема, вот Володя очень хочет эту тему раскрыть, социальная ответственность. Ответственность вообще перед... Чего? Личности или общество, партии? Мы когда с вами проговаривали, например, действующий университет, они должны выпускать молодежь, специалистов. Специалисты? Да. К этим специалистам должны быть сформированы компетенции, в том числе и социальные. И тогда вы сказали, что одна из важнейших компетенций, которая должна быть сформирована у человека, у любого специалиста, это ответственность перед обществом. Это вот понятие социальной ответственности. Что такое ответственность перед обществом? О, это самое главное, пожалуй. Потому что человек, тем более, чем у него больше знаний, тем больше способности или дать положительный эффект, или отрицательный эффект. Так что самое главное, это его правильно направить, его знания, предложение его. И поэтому выпускник университета должен оцениваться обязательно по двум параметрам. Специалист в своей области и уровень социальной ответственности. Но социальная ответственность, опять-таки, для чего, для кого и как, в каком режиме он существует, в фашистском, социалистическом, в коммунистическом, капиталистическом, или где и как и что. Так что в соответствии с этим мы можем оценивать человека. А если мы готовим специалистов, которые так или иначе будут продвигать общество к последнему поколению, какой уровень ответственности их должен быть? Солидаризация общества для пользы всего общества, для того, чтобы поднять взаимосвязь между людьми и сделать ее абсолютно интегральной, подобной общей природе. Изначально мы проверяем их, что они для этого идут? Или мы их готовим? Нет, это же надо готовить их обязательно. Они должны понимать историю развития общества, что движет обществом, то есть эгоизм, который заложен в нашей природе. Природу человека, да. Как он нас подталкивает, проводит через все формации, каким образом мы приходим сегодня к состоянию, когда эгоизм заканчивает свое уже развитие, свое правильное участие, правильное участие в развитии общества и становится таким, вызывающим, как раковые такие следствия в обществе. Это все человек должен понимать, знать, это все практикумы очень серьезные должны быть у него. Он должен просто это чувствовать и этим жить. И тогда, естественно, где бы он ни был, где бы он ни работал, что бы он ни делал, у него всегда будет вот это вот направление, правильная основа для его участия в обществе, на предприятии или где он там находится. Вопрос. Я выпускник, например. Мы выпустили студента, у него диплом в руках. Его пытались научить ответственности за что? Вот он говорит, вот тебе общество, общество для него некая абстракция. За что конкретно он должен нести ответственность, личность? Он должен нести, вы понимаете, смотря в каком обществе он существует, но в общем он должен понимать, что мы находимся в одном едином обществе, все человечество, и мы взаимосвязаны между собой. И даже если бы нас разрывают искусственные противоречия, эгоистические, то на самом деле все равно, все-таки мы между собой связаны. Это происходит как в семье. Мы взаимосвязаны. Родители, дети, бабушки, дедушки, тети, дяди, неважно кто и что, все мы взаимосвязаны. То, что между нами существует, всевозможные противоречия, даже проявление ненависти, то это не может разорвать нашу связь. Мы все равно взаимно как бы зависимы друг от друга. Ну, в семье это может быть не очень сказывается сегодня особенно. А в обществе эта взаимосвязанность, она абсолютно. И поэтому нам надо все это выпукрить и показать перед всеми, насколько мы завязаны вместе все. И потому, насколько мы должны понимать это, и социальная ответственность, она должна заключаться в том, чтобы все действия, которые делает индивидуум или любая часть общества, были в первую очередь направлены на консолидацию, на солидаризацию общества. В первую очередь. А вот этот образ последнего поколения должен в нем жить? Конечно. Должен. В итоге, особенно сегодня, после всех потрясений последних, еще этих кризисов, которые впереди нас маячат, на горизонте, мы должны понимать, что все это путем ударов, больших ударов, страданий, может быть, даже мировых войн, атомных в том числе, это приведет нас все равно к необходимости создать правильное общество в подобии природе. Эта природа нас, в общем-то, насилует, можно сказать, сгибает насильно в такой круг, чтобы мы были связаны правильно взаимно друг с другом. Так лучше идти к этому добровольно. Вопрос. Есть я, я такую вот, некую схему, есть я, есть общество, есть мои действия. Я знаю, что я оказываю действия в обществе, я должен нести ответственность за мои действия, если мои действия влияют на общество. Вы сказали, что моя задача это объединить, консолидировать. Это цель или это инструмент? А целью является вот то, что сказал Семен, общество последнего поколения, то есть есть четко нарисованный образ. Ну, это естественно. Но я уже не говорю о такой большой задаче, так сказать, за горизонтом находящейся. Нет, нет, мы все время говорим, и у нас это направление. Ну, если уже говорить об этом, то, конечно, выпускник должен знать, что к этому все равно придет человечество, желает оно и того или нет, потому что это естественный путь развития всей природы, в том числе и человеческого сообщества. Так что к этому придем. Насколько наш эгоизм упирается и насколько мы не желаем, а природа нас все равно будет тащить вопреки этому. Палкой к счастью сзади или на веревке спереди. И все равно мы к этому придем. Так что лучше развивать этот вид общества, эту взаимосвязь между всеми нами разумно, легко, просто с пониманием, с осознанием. И тогда мы избежим серьезных проблем. Сейчас общество, любое общество, оно пытается, так скажем, управлять личностью с помощью законов. То есть выставляются определенные коридоры, и я знаю, что если я нарушил, меня наказывают, если не нарушил, значит, более-менее. Но эти коридоры, эти сигналы управления, они же все не в соответствии с программой природы. Они задаются просто правительством или там... В этой системе, получается, я не несу ответственность. У меня просто есть наказание или не наказание. А вот как будет построено в обществе, там, где я несу ответственность, и тогда смысл в законах начинает исчезать или размываться. Вот как бы вы могли бы ее характеризовать? Нет, я не понял. Как я могу работать по принципу последнего поколения в обществе? Как я могу строить общество или работать в обществе, неся ответственность перед ним? Вот это вот понятие ответственности. Сейчас понятие ответственности, оно размыто. Оно перед законом только? Сейчас только перед законом. Да. Вот страх, наказание и не наказание. Если мы движемся в режиме, во мне воспитали ответственность перед обществом. Вот это вот понятие законы или законодательство оно должно быть все законодательство должно быть пересмотрено постепенно в мере развития общества оно должно быть пересмотрено в сторону именно общественного законодательства то есть законодательство должно подчеркивать, подталкивать направлять общество к развитию единства сейчас общество регулирует есть законодательный уровень, есть уровень этики морали и так далее. Там тоже вводятся рамки, которые не относятся к законам. Что-то типа этики предполагается оформировать. Да. Дело в том, что мы не можем, во-первых, накладывать на общество очень четкие рамки, как мы накладываем кодексами сегодняшними, процессуальным, уголовным, гражданским и так далее. То есть здесь во многом зависит от поощрения и наказания со стороны общества, мнения общества. Это должно быть очень серьезно развито и введено в практику. То есть человек должен через общую систему ответственности в взаимодействии с обществом, он должен получать обратную связь, положительную или отрицательную, чтобы общество очень четко на это реагировало, и он бы на это очень так правильно реагировал сам. То есть здесь необходимо, но это опять-таки, только если мы пропустим общество через систему перевоспитания, тогда оно будет понимать те сигналы, которые оно получает, каждый индивидуум, и как он должен на это реагировать. До тех пор, пока человек не понимает, чего от него требует, зачем, почему, нет четких целенаправленностей, мы не можем же от него этого требовать. Я хочу задать вопрос такой, Раф. Если мы так или иначе двигаемся к последнему поколению, готовим специалистов, которые будут так или иначе продвигать общество к этому, какое вот этого выпускника будет отношение и понимание, что такое свет, возвращающий к источнику, что такое высшая сила? Ну, мы не будем называть это, может быть, такими определениями, но это все надо ему обязательно дать. То есть взаимодействие в группе, взаимодействие между групп, взаимодействие групп с силой природы, а мы находимся в каком-то все-таки механизме, который воздействует на нас, который породил нас и развил нас и продолжает каким-то образом действовать. Мы находимся в рамках какой-то матрицы, назовите это программой, которая нас все равно ведет и развивает. Мы сами видим сегодня даже, что мы ничего не можем сделать. Мы не понимаем, куда мы идем и развиваемся, но мы развиваемся. Потому что что-то с нами происходит, вот эти все знания должны быть у каждого. И они должны быть собраны вместе в огромное общественное самосознание, понимание того, что куда мы идем, что с нами происходит и как это реализовывать правильно. Практически каждый должен увидеть, что именно таким образом и никаким иным он решает все проблемы своего существования, жизни, семьи, личные, общие в самом рациональном виде. То есть в сердце, в подсознании у этого выпускника должно вот это все время биться, жить. Он должен понимать, что иного пути у человечества нет и таким образом мы должны действовать. Это не лишает его никаких индивидуальных реализаций, это должно пониматься им как именно оптимальная реализация самого себя. То есть все таланты к этому направлять. И так далее. То есть здесь говорится только о цели его действий. Если цель она во благо связи общества в одно единое целое и вообще человечества в том числе, тогда она получит распространение, не будет идти против природы и естественно, что таким образом он преуспеет в своих действиях. Это он тоже должен знать, что он преуспеет и сам. Ну конечно, иначе же как? Мы видим сегодня, что все, что мы делаем рассыпается. Вопрос. Вы сказали, что ответственность перед обществом она коррелирует очень тесно связана с понятием знаний. Я хотел процитировать буквально одну фразу с вашего позволения. Это литература внешняя и так далее. Но там сюжет сейчас не будем перескатывать, только само предложение. что какое бы решение не принял в конце концов Всемирный Совет, решение это, как и все обстоятельства дела, надлежит на неопределенное время сохранить в кругу лист с самым высоким уровнем социальной ответственности. Понятие уровень знаний. Можно ли как-то провести прямую корреляцию, потому что сейчас говорят IQ. Определили IQ, человек, который знает, у него куча информации. Я бы лучше сказал, IQ это потенциальная возможность, а не знание. Почему? Потому что знание это кто определяет, что мы должны знать. Понимаете, возьмите какого-нибудь специалиста, он как флюс, как говорил Казима Протков, да, что он однобокий такой, как флюс. Он знает в своем деле что-то, а в другом ничего. Так. У меня был родственник, мой академик в Ленинграде специалист по паразитам рыб Белого моря. Я у него участвовал дома, там все такое, академик, большой специалист. Единственный в мире, Ну, очень редкий, да. Именно паразит рыб Белого моря. Вот это. Нет, это была очень важная штука. У него, судя по тому, как он жил, действительно, это было важный человек. Но к чему я хочу сказать, ну, ну и дальше, что IQ, как вы его измерите? В своей области, а в другой? То есть IQ, это, я думаю, что это не количество знаний на самом деле должно быть, а это потенциальная возможность человека воспринимать, правильно адаптировать знания, использовать их правильно. То есть это открытость больше, да? Да, это возможность правильной адаптации к общему закону природы. Вот это я бы назвал этим IQ. Вот. Так что здесь наши выпускники должны, конечно, после вот этих общественных всевозможных предметов, которые вы не изучали, они должны быть с большим IQ. вопрос. Мы сейчас пока проговаривали об уровне социальной ответственности, как вот на модели есть-нет. Если себе представить не черно-белое общество, а вот то, что вы очень часто и упоминаете, как сейчас не интегральное, вот, дискретное, цифровое, аналоговое, аналоговое общество. Да. Вот понятие социальной ответственности с больше, человек с большей социальной ответственностью и с меньшей социальной ответственностью, Вот это вот понятие социальной ответственности больше-меньше. Что оно может значить или на чем оно может основываться? Аналоговая система — это общая система. Когда все входы-выходы взаимно связаны и определяют друг друга, и даже нет никакой разницы между входом и выходом. Устанавливается, происходит какая-то реакция, и вся система устанавливается и находится в определенном состоянии. То есть плюс и минус взаимно связаны друг с другом. Вход-выход, и нет разницы между входом и выходом. Вот это, в принципе, такая интегрально-аналоговая система. Как могут люди отличаться друг от друга? Что значит люди отличаются по уровню социальной ответственности? Вот такое может быть? Ну это в соответствии с их данным, им от природы, возможностям. Это сила мысли, развитие мысли, взаимодействие между собой по характеру, по многим параметрам таким, которые это уже надо нам изучать. Но, в принципе, каждый ни в коем случае не должен быть понукаем, вынуждаем. Это, возможно, было только воспитанием и постепенным воспитанием. То, что я пытаюсь проводить с учениками, это очень длительный процесс. Вот интересно, в этой системе проверка знаний, экзамены, все эти составляющие существуют? Нет, нет. Это только существует в кругах, которые они образуются. Это очень интересно, как советская власть догадывалась где-то включать такие элементы в систему. Там тоже пять человек, отвечал кто-то на один вопрос, все проходили экзамен и так далее. То есть это было в таком утрированном виде, но, в общем, были какие-то очень интересные решения. Помню, были октябряцкие звездочки, там по пять человек, класс разбивали на команды. Да, да, да. Тут тоже будет соцсоревнование и так далее. В Кабале часто используется такой термин, как экран. У нас есть желание получать, и экран на него. Да. Можно ли поставить какой-то знак равенства между? То есть человек всегда будет желать получать что-то. У него есть общество. Можно ли вот это вот понятие социальной ответственности или ответственности перед обществом где-то приравнять к понятию экран, который используется в Кабале? Да, экран – это абсолютно четко антиэгоистическая, антиэдивидуальная, именно общественная направленность в действиях, в мыслях человека. С целью, в принципе, наслаждения другого, да? Ну, наслаждения мы не говорим, это непонятно вообще. То есть действие во имя. Во имя общества. Во имя общества. Вопреки эгоизму, во имя общества. Все хочется соскальзывать в общество будущего. Подскажите, кто должен, по идее, ставить или определять движение в обществе, цели перед обществом ставить? Если мы говорим, что вот у нас общество развивается, кто перед ним должен ставить цели развития и определять, правильно мы идем или нет? Должен, как и сегодня, в принципе, должен существовать какой-то институт головной, который будет исследовать развитие общества, его необходимые будущие состояния, пути к этому развитию, разрабатывать какие-то свои программы, советы, действия, подавать в соответствии с этим докладные записки и так далее. Ну, в общем, все, что и существует, в принципе, только необходим тот орган, который будет правильно задавать направление и определять эту общественную политику. Мы воспитываем, если мы говорим, что мы формируем человека, мы пытаемся воспитать у него ответственность перед обществом, которое существует сейчас или которое должно быть, то, что вы говорите, как общество будущего, некая цель. Это же есть достаточно длительный переходный период, и общество, которое сейчас, даже если у него есть цели конечные, и оно начинает развиваться, оно все равно трансформируется, оно все равно каким-то образом рефицируется. Для этого мы должны начинать сегодня это делать. То есть это должны быть телевизионные программы, школьные программы, фильмы, ну, в общем, все, что воздействует на общество. Любые методы воздействия, мы должны привести их в порядок, чтобы они были целенаправлены. Так, чтобы действительно использовать даже открытость общества сегодняшнего, интернет и все прочее, мы бы и все эти возможности открытые показывали бы на них, насколько движения эгоистические, они губительны для всех, и движения альтруистические, они в итоге приведут нас к развитию, которая удовлетворит любые запросы нашей самой внутренней потребности. Если попробовать смоделировать, вот, например, у меня есть студент, ну, вот, и я ему говорю, что вот мы сейчас будем заниматься формированием ответственности перед обществом. Вот ты хочешь сделать какое-то действие, любое действие. Вот что мне нужно сказать этому студенту с точки зрения, как он должен проверить это действие, с точки зрения социальной ответственности? Вот на что ему нужно обратить внимание? Какой-то посыл я не нужен. Какого результата он достигает в консолидации общества? Этим оценивается его действие. Ничего другого нам не надо. То есть любые наши технические, любые достижения, все они в итоге приведут нас к положительному результату или к противоположному, им же отрицательному, только в зависимости от вектора нашего направления к обществу. Студент хочет завести семью. Я ему говорю, что обрати внимание, перед тем, как ты должен, хочешь завести семью, ну, вот, понятно, гормоны играют и так далее, посмотри не на ближнее, получение сексуального удовольствия и так далее, а вот на этой модели, с точки зрения, вот это действие, желание завести семью с точки зрения общей социальной ответственности. Как оно может звучать? Ну, во-первых, я бы не связывал бы сексуальное удовлетворение с семьей. Это совершенно разные вещи, это у нас пока еще просто неправильная установка, и мы видим, что она в итоге дает огромные сбои и не действует в обществе. Мы видим, как пища, секс, семья, это совершенно три разные желания в человеке, и они не связаны друг с другом. Так что это все неверно, не надо клеить одно с другим. Понимаете, любовь, это любовь, секс, это секс, пища, это пища, и семья, это семья. Это не зависит друг от друга. Так же, как и богатство, власть, знания. Так что человек, который желает двигаться дальше, он должен понимать, что семья является естественной частью общества, и исходя из этого, он должен смотреть на создание семьи. То есть, как он может в своей семье достичь гармонии между членами семьи и окружающим миром, чтобы они были интегральной такой согласованной ячейкой, и тогда будет им хорошо. Вопрос тоже, смоделировать ситуацию, может быть, эта ситуация, давайте я с вашего разрешения попробую, например, министр железнодорожного транспорта, у него есть хорошая сумма денег, он приходит к вам, обращается к вам, и говорит, вот я хочу с точки зрения социальной ответственности как-то потратить эти деньги. Что бы вы ему посоветовали с точки зрения ответственности перед обществом? Ну, это ведь он находится как паук в середине сети своей, паутины. Он уже что-то почувствовал, он вот пришел к вам и говорит, вот посоветуйте, мне вот кажется, что вот... Вот как его деятельность может помочь всему обществу быть более, больше взаимосвязанным добрыми силами, то есть наладить максимально, какая его цель, его розовый сон такой, так? Это когда все будут правильно взаимосвязаны с помощью его транспорта, так? И все будут платить за предоставляемые услуги в той мере, в которой каждый из них индивидуально способен. При этом он сам медали получает и благодарность людей. Вот за это он получает медали. Именно за это. Это будет его поддерживать, да? То есть это будет давать ему стимул такой, что он его любит. Ну, конечно. Самое главное, ну вот это его задача, он должен ее оптимально решать. То есть ну это понятно, если где-то существуют там какие-то заброшенные части общества, то естественно предоставить им возможность со всеми вместе быть своими связанными и по тем ценам, по которым они могут участвовать в этой взаимосвязи. Ну, как-то так, да? Кстати говоря, транспорт это очень серьезное дело. Мы вообще вплоть до того, что организовывать бесплатный проезд там для детей, для... Понятно, то, что делается, в общем-то, для детей, для инвалидов, для пенсионеров и так далее. Мысль у него должна быть, установка у него должна быть? Установка должна быть консолидация общества с помощью железнодорожного транспорта. Вот и все. Здорово. А вот тогда я добавлю еще трудности. А у него должна быть мысль, что таков закон природы? Да, естественно. Какой же он министр, если он не понимает, что... Тогда у него и получится то, что получается. То есть, вся вот эта... вся эта система управления, она должна осознавать систему высшего управления? Она должна входить в нее, потому что система высшего управления постепенно сейчас приближается и раскрывается силовым, правда, методом, но раскрывается в нашем мире. И поэтому мы пройдем большие здесь всевозможные давления, страдания. Пока эта система адаптируется в нас, мы будем готовы ее принять. То есть, отдаться нам надо этой силе. Да. Как общество может давать отклик? Вот у меня должна быть мотивация какая-то. То есть, я должен знать, что я сделал ответственность, ответственное действие перед обществом. Как-то мне общество будет посылать сигналы, что я правильно действую в обществе. Это зависит от общего состояния общества, от его общей социальной ответственности, оценки этой ответственности. Тогда оно будет понимать ваши действия и одобрять. Оно будет видеть, что вы делаете. Вы должны быть абсолютно открыты, допустим, как тот же министр дорожного транспорта. Он должен объяснять, что он делает. Он должен объяснять, какими средствами он реализует все это и выкладывать это все перед обществом и обсуждать вместе с обществом. Общество должно приходить к решению по всем этим проблемам. Общество должно быть внутри этого. Люди не должны заниматься эстрадой, которую крутят по ящику 24 часа. Они должны участвовать вот в этом месте, в этом построении общества будущего, потому что таким образом их желания, они участвуют. Понимаете? Вот это самое главное нам. Поэтому тот же министр должен... Сегодня выступает министр здравоохранения, завтра министр транспорта, там послезавтра там министр там по птице-мясу, не важно там, животноводству, не важно что. И каждый из них объясняет и рассказывает, что у него есть и каким образом и почему и какие задачи перед ним стоят. Вот это в нашей стране находится, то-то, то-то. Как это сделать нам лучше, чтобы все получали свой паек, нормальный, хороший. И у всех это было. Может быть, одна часть общества еще другого и так далее. И все это объяснять откровенно, потому что все это консолидирует общество и приводит его к знаменателю. Последний вопрос, у нас время заканчивается. Если представить себе, что у вас появилась возможность дать совет какому-то президенту, который пытается у себя в стране наладить систему и где-то чувствует, что стандартные методы управления уже неправильные. Ну, у меня здесь был на днях академик. Нет, какой академик? Я имею в виду Кристофер. Советник Трампа. Он был у меня здесь, мы с ним разговаривали, и я ему это все объяснил. И после этого уже отправил ему свою статью, она уже напечатана в Америке там. У него газета 11 миллионов подписчиков. Так что это возможно. Это то, что я могу делать. Какой совет можно дать любому президенту? Вот очень краткий. Вот на что ему обратить в первое действие? Знаете, как они пишут, там 30 шагов. Первый шаг. Один совет, единственный, который я бы дал бы, это знать, как развивается природа и поступать в соответствии с ней. Вот и все. Ничего другого. Это то, что говорит наука Каббала. Это то, что всем нам необходимо знать. Спасибо большое. Спасибо. Мы закончили нашу передачу сегодняшнего «Последнего поколения». Будьте с нами и дальше. Мы будем развивать эту тему, как нам приблизиться к последнему поколению. До свидания. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.